Победителем городского конкурса волонтер года стала Мария Ревенко, ученица лицея номер один имени Крупской. Торжественная церемония награждения прошла в малом зале мэрии Магадана. Маше 16 лет, она участник волонтерского объединения поколения. Участие в благотворительных мероприятиях организации принимает два года. За победу в конкурсе Юрий Гришан вручил ей сертификат на 10 тысяч рублей. Очень рада, что я могу помочь нашему городу, нашим людям, что я могу реализовать себя. И что я всегда найду помощь и поддержку в лице наших руководителей Андрея Викторовича, Александра Алексеевна, История Викторовна, Антония Михайловна, Салаева, которой сегодня, к сожалению, нет. Спасибо всем большое, кто меня поддерживал. Я очень рада. Кроме того, мэр Магадана поощрил еще 9 самых активных волонтеров города и наградил памятными дипломами и подарками. Среди них ученики школ города и поселка Сокол, а также студент Северо-Восточного государственного университета. Все призеры состоят в различных благотворительных организациях города. У них за плечами множество мероприятий, на которых они оказали свою помощь. Волонтеры гостям рассказали о своих добрых делах. Я учусь в 20-й школе в поселке Сокол, мне 17 лет. Начала заниматься волонтерством. Я после третьего слета волонтеров у нас на поселке, я пришла в объединение «Творцы добра». И там мы помогаем пенсионерам, также организовываем летний лагерь для детей. И я работала волонтер-вожатым. В городских мероприятиях я участвовала мало, но больше всего мне понравилось у нас на поселке. Каждый год делают акцию «Птица мира». И когда ты преподносишь в этом сером, можно сказать, поселке людям эту птичку, они так начинают улыбаться, ты так становишься ярко, милый. Ты понимаешь, что им все равно не зря, ты хоть какой-то лучший добра даришь. Группы добровольцев столицы Колымы объединились в Большой Магаданский волонтерский корпус. Он насчитывает более полутора тысяч человек. Сегодня в нем 28 групп добровольцев. Одно из таких – волонтерское объединение «Поколение». Оно работает с 2015 года. На базе Центра дополнительного образования «Чайка» им руководит Андрей Никитин. Объединение насчитывает порядка сорока ребят из числа молодежи Магадана, из разных микрорайонов города, учащихся разных учебных заведений, студенты разных учебных заведений. И ежегодно мы оказываем помощь в проведении более сорока различных мероприятий. В конце встречи мэр Магадана выразил благодарность добровольцам. Он считает это молодежное направление важным и необходимым. Волонтеры Магадана ежегодно оказывают помощь в организации и проведении мероприятий городского и областного масштаба, а также в реализации социальных проектов.